Сегодня Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Татарстан провел заседание комиссии по модернизации экономики России. Главной темой стали вопросы энергосбережения и энергоэффективности. Как применяются новые технологии по сохранению тепла президенту показали в одном из жилых домов. До этого глава государства принял участие в запуске первой установки нового нефтеперерабатывающего комплекса. Подробнее Светлана Костина. Президент Дмитрий Медведев приехал в Нижнекамск, чтобы лично дать старт пусконаладочным работам на новом нефтеперерабатывающем заводе. В первое время предприятие будет работать в тестовом режиме. Все системы сначала нужно проверить. Производство появилось буквально за два года. Уже через несколько месяцев здесь будут производить бензин, полипропилен и моторные масла. На новом нефтеперерабатывающем заводе установлено уникальное оборудование. На таком производстве требуется в три раза меньше рабочих, чем на обычном. Причем практически вся техника отечественного производства. Нижнекамск можно назвать городом химических предприятий. Здесь их около десятка. Поэтому особое внимание уделяется экологии. Рабочие нового завода «Танека» сегодня попросили Дмитрия Медведева поддержать экологические программы. Вот тот, кто вкладывает в экологию, тот должен получать определенные преференции, в смысле соответствующих платежей, в смысле экологических сборов. А тот, кто наоборот не производит реконструкцию, тот, кто не модернизирует предприятие, должен платить больше. Поэтому подход должен быть дифференцирован. Самое современное оборудование в Татарстане работает не только на больших предприятиях, но и в обычных жилых домах. Здесь президенту показали, как с помощью обычного информата можно, к примеру, оплатить счет за жилищно-коммунальные услуги или же подать заявление на оформление заграничного паспорта. Кстати, его Дмитрий Медведев заполнил прямо на месте и даже оплатил пошлину. Так, вот он выбросил двустороннее заявление. Все заполнилось. Остается только подписать. Также президенту показали автоматизированную систему учета тепла. Аппаратура сама регулирует температуру в квартирах в зависимости от температуры за окном. Своим мнением о новых технологиях с президентом поделились жильцы. Говорят, экономия на отопление до 30%. Позже уже на совещании Дмитрий Медведев заявил, что такие приборы должны появиться в каждом доме. Главное, чтобы программу энергоэффективности поддержали сами жители. Для людей вот эта энергоэффективность нашей с вами разговора кажется какой-то такой бюрократической суетой. Они должны понимать, что мы делаем это для того, чтобы они меньше тратили. И об этом нужно толдычить с экранов телевизоров, из средств массовых информации, других, практически каждый день. Чтобы люди понимали, что это отражается на их самочувствии, на состоянии их кошельков. Только в этом случае мы приучим людей, во-первых, более внимательно к этому относиться. И объясним, в чём смысл энергоэффективности. Иначе это будет восприниматься просто как занятие для начальников, которые решают какие-то свои задачи. Новое энергоэффективное оборудование должно существенно сократить расходы жильцов на оплату коммунальных услуг. К тому же отдельного внимания заслуживает деятельность самих управляющих компаний в сфере ЖКХ. Я вот с кем бы не общался, особенно в малых городах, первое, о чём говорят люди, это расходы на ЖКХ. Ни пенсии, ни зарплаты, ни кризис. Расходы на ЖКХ. Почему? Ну, во-первых, всегда неприятно, когда новые счета приходят в увеличенной сумме. Но особенно раздражает непрозрачность этих расходов. Люди просто не понимают, за что это. Счета растут, изменений никаких. Мы обсудим эту тему. В самое ближайшее время я уже говорил о том, что качество жилищных услуг должно находиться под постоянным контролем региональных властей. Поэтому весь этот месяц будем заниматься именно качеством жилищно-коммунальных услуг. И я жду от губернаторов подробных докладов о том, что сделано. На совещании президент напомнил, что на днях правительство одобрило новую государственную программу энергосбережения. В каждом российском регионе электричество, тепло и вода должны расходоваться максимально рационально. Светлана Костяна, Олег Матюшин и Тимур Юсупов. Первый канал. Татарстан.